Друзья, всех приветствую на нашей стоянке. Компания ТОПКО РЫМБАРТ. Мы занимаемся привозом автомобилей из Японии, Кореи и Китая. Меня зовут Вадим. В этом видеоролике я вам покажу, как мы выдавали 4 японских автомобиля клиентам. Это Toyota Corolla Fielder клиенту из Челябинска приехал своим ходом. Toyota C-Sher приехала клиентка из Якутска. Также Honda Shuttle. Очень выгодно, кстати, мы его купили. Обязательно посмотрите про него местному клиенту из города Владивосток. И Honda Stepwagon. За ним прилетел клиент из Москвы. Покажу, как мы выдавали клиента. Это видео я снимаю уже после того, как мы выдали клиентам. Не успел в тот день доснять. Ну и также на момент монтажа, к сожалению, Япония уже вела запрет на автомобили из Японии. Это коснулось тех автомобилей, объем которых свыше 1,9. То есть это Альфарды, это Харьеры и подобные автомобили с объемом выше 1,9. И также всех гибридных автомобилей из Японии. Без разницы, какой объем. Любой гибридный автомобиль теперь запрещен к вывозу автомобиля из Японии. Но это не значит, что Япония встанет. Огромный список автомобилей. Вы можете перейти в наш телеграм-канал. Я там сделал вот такой вот список автомобилей, которые еще доступны к покупке из Японии. В принципе, автомобилей хватает, автомобилей достаточно. Но и это не означает то, что автомобили, которые санкционные, перестанут завозиться в Россию. Они будут завозиться все в том же объеме. Просто они будут стоить теперь дороже, так как прилипнет некоторая сумма к дополнительной логистике, чтобы завезти автомобиль в Россию. Но опять же, все возможно. Автомобиль тот же Харьер из Японии можно будет привезти. Поэтому вы не переживайте. Просто стоимость увеличится. Но стоимость и так возрастет в связи с новым утилем. Все уже знают. Я рассказывал, кто не знает, про новый утиль сбор. Раньше был 5 тысяч, сейчас миллион. Можете перейти в мой видеоролик. Я там подробно все рассказал. Ну а мы поехали. Будем выдавать автомобили нашим клиентам. Небольшой обзор Toyota Corolla Fielder 2015 года. Гибридная. 74 лошадиные силы на вариаторе. Расход 3 литра. Выдаем клиентам. Из Чебоксары приехали, поедут своим ходом. Автомобиль имеет оценку R. 47 тысяч пробег. Комбинированный салон. Кожа плюс ткань. Тут что? Типа под карбон у нас. Автомобиль не богат на функции. Нету камеры заднего вида. Можно установить за 3000 у нас в Владивостоке. Привычная всем коробка передач. Кожаный мультируль. Приборная панель. По функциям не богат. Есть подогрев лобового стекла. Полный электропакет. Сзади достаточно много места. Как для полноценного универсала. Да, да. Ну, наверное, да. Сейчас уже 60 пунктов и 68 пунктов. Ну, в принципе, рассказать, показать больше нечего. Он надежный. Классический универсал. Бюджетный. Самое главное, надежный и очень популярный. Легко доступные запчасти можно найти на нашем рынке. Дефицита у нас с ними нет. Расход топлива 3 литра, повторюсь. Настолько, как у нас в мешком цикле. Автомобиль просто идеальный. Как для семьи, для дальних поездок. Так и просто для эксплуатации в облиной жизни. Это Corolla Fielder. Так, ну, Toyota Fielder мы проводили. Клиенты поедут своим ходом в Чебоксар. И два человека, в принципе, будут по смене ехать. Времени снять его было у меня маловато. Поэтому бегло, показал. Ценообразование данных автомобилей, ну, если смотреть, 15-й год, то это сейчас миллион. В принципе, это была R-ка. Там были повреждения по кузову. Ну, в сумме, например, на 30-40 тысяч рублей ремонта. И автомобиль будет как новенький. 47 тысяч пробега. Гибрид, в принципе, отличный автомобиль. Это Doris. Рестайлинговый, конечно, уже подороже. От миллион ста, наверное, 150, может быть. Смотря в каком состоянии и в комплектации. Это была максимальная комплектация VXB. Ну, а сейчас мы переходим к нашему второму гостю. C-Share. Toyota C-Share. 2018 года. За ним тоже сейчас прилетают клиенты. Вернее, прилетели. Они приедут к 2-м часам. Сегодня день очень насыщенный. Поэтому я вот хочу запечатлеть это быстренько. Показать нашу будни, как мы выдаем клиентам автомобили. Как они радуются, их эмоции. Ну, давайте покажем C-Share. Toyota C-Share. 2018 год. Гибрид 1.8. У него идет гибридная установка на 98 лошадиных сил. В принципе, гибрид вывозит сильно. Автомобиль очень резкий на дороге. Динамичный. Он работает в паре у нас с вариатором. Расход у него заявлен на 3,3 литра. Это ткань. В принципе, чем-то похоже на спортивные сидения. Автомобиль внешне очень симпатичный. Многие на это ведутся, в принципе, как сказать. Но сзади, в принципе, не очень много места. Автомобиль на любителя. Но он неплохой. Я ни в коем случае этого не говорю. Автомобиль реально классный. Он симпатичный. Что для японцев это нонсенс. Тут у нас идет панель уже такая, нестандартной формы. Можем заметить. Давайте сядем. С другой стороны. Обойду, покажу вам. Может быть, кто-то еще не знаком с данной моделью. Но я, конечно, сомневаюсь. У нас присутствует бесключевой доступ в автомобиле. Электропривода у нас в сидении нет. Кнопка старт-стоп присутствует. Кожаный мультируль с адаптивным крыс-контролем. Есть удержание в полосе, регулировка дистанции. Такая вот небольшая мультимедиа. Тут то ли штатный, то ли установлен дополнительно это под телефон-держатель. Двузонный климат-контроль. Давайте заведем автомобиль. У него 49 тысяч пробег. Очень хорошая гибридная установка. Батарея долго держится в автомобиле. Цифровая панель у нас посередине. Камера с заднего вида присутствует. Парктроники в круг. Тут мягенький пластик. Очень смотрится прикольно. На крыше у нас присутствуют такие элементы декора. Начало показалось необычным. Но как посидел и понял, что в принципе довольно-таки прикольно. Тут у нас подстаканник с двойным дном. Можем достать. И он делается глубже. Стояночный тормоз тут. Автохолд. Тут подстаканник. Чейки лежат. Небольшая выемка. Ну, в принципе, ничего личного нет. Очень симпатично смотрится. Что редко для Японии. Карта дверей. В принципе, тоже необычная у него. Симпатичный дизайн. Присутствует в видеорегистратора автомобиля. Давайте заглянем на второй ряд сидений. Ручка автомобиля находится тут. На втором ряду сидений очень классно. Есть подстаканник. Это действительно очень хорошее решение. И под мелочь небольшой отсек. Но подстаканник это вообще бомба, на мой взгляд. Место, в принципе, среднее. Не то, чтобы много, не то, чтобы мало. Сесть можно, комфортно можно ехать. Салон просто в идеальнейшем состоянии. Вот, еще раз покажу поближе карту дверей. Вполне такой небольшой, но объемный багажник. Есть шторочка, которая крепится к багажнику. Запаска присутствует у автомобиля. Тут свет. Тут ниша. И тут ниша. В принципе, не огромный багажник на самом-то деле. Но вы сами понимаете, что совершенно такой кроссовер. Они очень всем по себе вместительны. Это комплектация SLED Edition. Зашла она со всеми расходами для нашего клиента в 1.660.000. Максимальную комплектацию мы сейчас торгуем, я уточнил, 1.800.000. В принципе, тяжеловато купить. Но цена на максималку от 1.800.000. Уже. Honda Shuttle 2017 года. Вот о нем. Я бы хотел с вами поговорить. Приобрел его менеджер Maxim для нашего местного клиента с Приморского края. Это оценка у него 3.5 балла. И торговали они его в 930.000 рублей со всеми расходами. Но с учетом того, что пошлина выросла, никто, конечно, не застрахован от этого. Курс вырос. Автомобиль обходится в 980.000 рублей. 2017 год. Гибрид и полный привод. Ребята, полный привод. Гибрид. Спросите, почему такая низкая стоимость? Они у нас на рынке с таким пробегом 127.000. Вот автомобиля. Стоит по 1.300.000, 1.200.000 минимум. Прям убитые в хлам. Давайте посмотрим. Вот аукционный лист данного автомобиля. Оценочка 3.5 балла. И вот замечание по кузову. Самое основное замечание это у нас на багажнике. Тут вмятина. Был удар. Краска слезла. Как думаете, сколько стоит починить крышку багажника? Под ключ. Выпрямить, подкрасить, зашпаклить, если нужно будет. Вот сколько стоит? Допустим, там тысяч, давайте 30 возьмем. Хотя я не спец в этом. Если вы знаете, напишите в комментариях. Буду благодарен. И вот прибавьте к этой сумме 980.000 рублей сумму ремонта за данное повреждение. И вам автомобили это обойдется под ключ в Владивостоке. Как вы думаете, неплохо так сэкономил наш клиент 300.000 рублей при покупке автомобиля? Не на зеленке, не на вторичном рынке, а именно с аукционной Японии. Дальше. Есть повреждение небольшое. Но, в принципе, оно не критичное. С ним можно ездить. Я думаю, для многих это повреждение будет адекватное. Автомобиль до миллиона рублей. Универсал, гибридный, да еще и на полном приводе, ребята. Вы слышите, что я говорю? Я просто сам в шоке от этого. Салон в очень хорошем состоянии. Я вам его покажу. Ну и что у нас еще тут? АУ1. Я вот показал вам это. Тут подмазаны скольчики. И тут у нас подмазанный скольчик. Получается, все. Есть У1. Ну, вот, скорее всего, незаметно. Вот У2. Это, получается, правое крыло у нас. Давайте посмотрим. Вот оно, правое крыло. Вот оно, вмятина. Зайчик. Можно убрать его, в принципе, без проблем. Хотя он на ребре. Тоже не спец. Ну, это все повреждения, которые у нас есть. И вот, сложите, добавьте их к той сумме, которая у нас получилась за автомобиль. 980 тысяч рублей до Владивостока. Сумму ремонта. И у вас получается офигенный, классный, надежный автомобиль. Со всеми расходами. Напомню вам, это полтора литра бензин. Работает в паре с роботом. Автомобиль, в принципе, и робот у него надежный. Очень адекватный. Если за ними следить, обслуживать их, то есть проблем никаких у вас не возникнет. Давайте посмотрим у нас, что есть в салоне. Автомобиль пришел к нам немножко в грязном состоянии, но мы уже успели отвезти его на моечку, чтобы салон перевели почти в идеальное состояние. Смотрите, 130 тысяч пробега. Ткань, в принципе, нигде не порвана. Нет никаких заломов, нет никаких критичных повреждений. Все в адекватном состоянии. Так, кожаный руль. Есть адаптивный круиз-контроль, получается. Удержание дистанции, удержание в полосе. Тут пусто у нас. Дальше у нас подогрев лобового стекла, предотвращение столкновений, удержание в полосе. Довольно-таки стильный салон. Небольшая мультимедиа. Селектор передач. Как на Nissan Note. Давайте заведем автомобиль. Где кнопки у нас? Такая цифровая приборная панель. Похожа на Honda Fit, Nissan Note чем-то. Ну, в принципе, Honda Shuttle. Это выходец, так скажем, от Honda Fit. Тут у нас есть небольшая выемка под телефон, под мелочь. Два подстаканечка огромных. Так, это у нас что? А, можно сделать вот так вот даже. Как C-Share примерно работает это все. Тут у нас деревянная вставка. Тут тоже деревянная вставка. Ну, и такая же ткань, как на сиденьях. Это универсал. В принципе, аналог Corolla Fielder. Но, опять же, если сравнивать Corolla Fielder и Shuttle, я бы взял Shuttle. Серьезно. Тут он дает вам больше функций, больше комфорта, чем тот же Toyota Fielder. А ценообразование плюс-минус одинаково. Если сравнивать нужные года. Много места у нас тут. Сзади очень большой багажник. Давайте покажем его. Есть камера заднего вида также. Смотрите, какой вместительный багажник. Сюда можно шторку докупить. Можно сложить в пол сиденья. Будет очень много места. Что у нас тут есть? Тут большая выемка. Тут у нас под инструменты. Заначка, скажем так. Ну, и тут тоже. В принципе, автомобиль выглядит снаружи стильно. Внутри стильно и комфортно, самое главное. Большой. Хотя адекватно большой. Ну, вместительный, скорее всего, чем большой. Это у нас кузов GP8. Ну, я жду в комментариях. Пишите, сколько стоит ремонт. Может, кто знает, вот это все в круг. На багажнике, вмятины. Не знаю, капот давайте трогать не будем. И вот сколько выйдет этот автомобиль со всеми расходами из Японии. И сразу заходите на дром, смотрите, сколько стоят такие варианты. Это только честные варианты, без скрученного пробега, без поддельных аукциоников. Потому что на дроме там такой бред творится. И поддельные аукционики делают, и пробег скручивают. Даже год иногда меняют. Зачем? Я не понимаю. Сейчас я буду ждать, пока придут клиенты. Постараюсь с ними сделать видео, тоже как мы выдаем CSR клиенту. Они приходят, кстати, в одно время. Не знаю, как это будет происходить. И Honda Shuttle. Приходят в одно время, постараюсь снять видео, так же, как с Филдером. Ну, и сниму потом в завершение. Вы, пожалуйста, поддержите данное видео пальцем вверх. Вам ничего не стоит, а видео пускай продвигается. Мы активно хотим развивать YouTube. Как видите, я много всего выкладываю, чтобы вам показывать, как это вообще все происходит. Бурная жизнь у нас течет. Автобили очень много. Выдаем клиентам почти каждый день. И вот почему-то до меня только сейчас зашло записать. Просто взять камеру без монтажа, без каких-то усилий, без подготовки. Показать автомобили и показать, как мы вам их выдаем. Оценить мои старания, пожалуйста. И, опять же, критики отношусь адекватно. Пишите, что добавить. Что-то может лишнее говорю, что-то может не договариваю. Пишите, все. У нас компания прозрачно работает. Адекватно отношусь к критике. Все добавлю, все расскажу. Решили запечатлеть на память. Ну и завершающий. Это Honda Stepwagon 2019 года. Комплектации Cool Spirit. Пробег 50 тысяч. 700. Получается, миллион 750 зашел. Оценка салона А. Значит, идеальный салон. 50 тысяч пробег. На подогревах сидения. Полный мультируль с адаптивным круиз-контролем. Две электродвери. Шторки на дверях. Да, легенда японская удивляет, конечно. Все чистенькое. Все классно. Клиент поедет своим ходом до Москвы. Я вообще тащусь. Аккуратней. Клиент сказал, что приедет. Конечно, приезжайте. Так, надо только дверь закрыть. Продолжение следует.